Работники предприятий Министерства легкой промышленности Российской Федерации вместе со всем советским народом с воодушевлением трудятся над выполнением решений 23-го съезда Коммунистической партии Советского Союза. В соответствии с директивами 23-го съезда общий объем производства продукции выпускаемой предприятиями Министерства легкой промышленности за пятилетие должен возрасти в 1,4 раза при наибольшем росте производства товаров, пользующихся повышенным спросом населения. Решение этой задачи осуществляется на основе технического перевооружения и реконструкции действующих предприятий, строительства новых фабрик, внедрения достижений науки, передового опыта и научной организации труда. На развитие легкой промышленности большое влияние оказывает решение сентябрьского 1965 года Пленума Центрального комитета партии о переводе промышленности, промышленного производства на новую систему планирования и экономического стимулирования. Прошло немного времени с тех пор, как проводятся в жизни основные направления этой системы, но уже теперь совершенно очевидно, что эта реформа отвечает требованиям современного этапа развития экономики страны. В результате ее применения темпы роста промышленного производства существенно возросли, фабрики работают более рентабельно. На предприятиях легкой промышленности, как и по всей стране, развернулось широкое социалистическое соревнование за достойную встречу со дня столетия рождения Владимира Ильича Ленина и за досрочное выполнение плана пятилетки 7 ноября 1970 года.